добрый день друзья утро началось для нас с завтрака тут такой есть буфет включен в нашу программу вот вот здесь вот люди едят там там дальше тоже это наш отель а дальше мы сейчас вот по этой тропочке там внизу двинемся в сторону старого города крепость который вы видите там это вот и есть старый город там в принципе люди живут это не то что какой-то музей под открытым небом нет вполне вполне такое реальное место мы там были суд речка но я не записывал ничего потому что мы выполняли медитационное упражнение мы медитировали вода мы сейчас поближе к воде светок это покажи воду вода действительно удивительно мы сейчас спустимся вниз и будет лучше будет лучше видно воду потрясающе просто прозрачно вот так пойдем по проезжей части пойдем да ну что свет прокомментируй что-нибудь раз ты тут у нас уже в кадре ну что мы сегодня помедитировали с утра дошли до крепости сейчас мы пойдем вот наподобие тут и как они говорят центр города мы говорим даунтаун вообще интересно что ты весь город сплошная одна жрачка то есть вот просто нету никакой двери так чтобы не было за ней еды как это очевидно если место туристическое то туристу нужно покушать да и мы даже думаем что может быть нет смысла есть этом отеле вот имеет смысл ходить вот каждый раз туда кушать в разные места вопрос другом что местная колорит включает в себя тот факт что все эти ресторанчики открывается только восемь часов вечера вечера ужин для нас в общем-то очень непривычно немножко да мы привыкли на самом деле уже там после шести да не есть пришел 8 пока не возьмут за вот она для водичка вода бесподобная там хоть катер ходит смотри может быть нам как-то нам же сказали что ходит катер заходом ходит пещеры да ты что друзья если вы хотите заходить с нами в пещеры то мы пойдем на это дело так там колокол какой-то звонит вам наверно слышно а вот посмотрите как интересно да вот как интересно вот такой такая решеточка почтовый ящик лестница наверх пошла и тут люди живут где-то гостиницы где-то дома тут то что впереди безусловно гостиница отделанная а вот то что здесь наверху это просто дом частный дом я не знаю как они его используют может они воздают но может быть и маленькая гостиница да во всяком случае друзья это заграница мы вы знаете кто смотрит наш канал что мы в санта-круз там почти каждые выходные и казалось бы тоже приморский городок и тоже из испанская речь со всех сторон но но все-таки это не это совсем не то да я просто показываю что помимо сказать да да во первых конечно это море от не наш океан да это совершенно вот не та энергетика у нас энергетика бурного когда холодная вода холодно а здесь она такая вальяжная вообще не хочет все и так ходят но не спеша так вот немножко расслаблено я на самом деле имел ввиду не океанскую энергетику и так далее а я имел ввиду архитектуру магазинчики вот это вот все налеплено на холмах вы увидите вы видите насколько это отличается но вот тут действительно поскольку место туристическое да тут всюду все для туристов но это просто отели вот то что справа это отель внизу там у него какие-то предприятия общественного питания вот так мы мы довольно медленно движемся а вот еще катер пошел туда смотри с какой-то чистотой проходит памятник тут можно спуститься к воде хочешь спуститься к воде она не хочет а можно было бы спуститься к воде да вот мы то что и ходили в барселоне да очень много то ли старые камни на мостовой то ли что-то они такие протертые и все довольно таки скользкие и местами места и я прям вот слоя чувствовал что нет такого хорошего даже здесь вот нет хорошего ну да да в такой обоязнь подскользнуться впереди какая-то статуя стоит и я бы сказал так издалека что похоже то ли на нептуна то ли на римского воина но ну посмотрим и мы еще смотрит на крепость мы еще не знаем истории места вот немножко я расскажу когда мы разузнаем но пока что вот вот так сколько металла пошло на этот забор посмотри да сварной такой хороший хороший забор металлический а сегодня мы проснулись у нас вся комната она выходит там на две стороны да она была озарена лучами восходящего солнца конечно спать таких условиях с утра зато просыпаться хорошо и станут все больше все-таки это будние дни еще курортный сезон не начался кроме того отдыхающие опять же они вальяжные они пока проснуться ветерок пошел света пошел ветерок хорошо что у нас микрофон закрыт поролончиком на самом деле обстановка такая очень курортно пляж не перегружен при всем при этом а в воде вот почти никого нет знаешь они прохладно горят драться 18 да очень много русской речи здесь очень много и в гостинице нашей тоже кроме нас с доктором гаврила в на старте от 13 вот кроме нас много персонал обслуживающий тоже там много русскоговорящих даже местные это правда не было тыкались и меню на русском меню мы еще снимем когда будем знаю уже такое дело на русском много всего и я думаю для людей которые языка совсем не знают никакого большое удобство больше того если вы например как-то объясняетесь по-английски то вам здесь это не сильно поможет то есть как бы среди персонала в общем-то не очень популярно гораздо практичнее было бы испанский или французский ну так вот это какие-то гостиничные комплексы уже ну может быть не гигантские но так уже достаточно крупные что говоришь ну здесь да здесь новый город сюда по этим улочкам ходить не так интересно а вот мы сейчас придем супермаркет там друзья я бы не стал снимать ничего в местном продмаге гастрономе но тут бочковое вино разливаются 15 градусов там столько-то градусов столько-то градусов нас вот так приходишь 33 доллара за литр это не недорого совсем не доллара 3 евро за литр вот берешь тут посуду какая там те нужна и пожалуйста наливаешь себе венца это хорошо это развивает вообще обогащает идеи торговли до нас качество народу на пляже прибывает хотя в общем то время такое что может быть многие уже и пообедать пошли всюду много мороженого и мороженое щербет хорошо действительно такое ощущение что там каждый линейный метр вдоль улицы это либо пляж либо какое-то там место где можно деньги потратить вот впереди казалось бы средневековая постройка с буквами wc скорее всего это значит что туалет я замечаю что не всем людям которые попадают в кадр нашей камеры это нравится они так как-то смотрят слышат какую-то речь непонятную тоже так что где-то там и это гостиница и я вижу российский видела еще гаски блогеров как только ты прошел все на скамейке повернулись за листами а я как раз об этом сейчас говорю что не всем понравилось да вот действительно думает начать вам по русски то русских тут много очень много русскоязычных вот видишь флаг российской федерации там дальше еще другие вот шведские я вижу колышется швейцарский вот но тем не менее если там вдоль здания пройти но мне не хочется чем-то это напоминает мое детство знаешь такое часто я часто в крыму бывал в алуште почти каждое лето вот чем-то вот это здание конкретно вот это напоминает алушту моего детства санаторий и все пенсионаты так мы кстати в этом случае идем не по асфальту а вот по такой резиновые дорожки которая положена на песок чтобы тут просто больше места было да и так знаете тут неспешно тут какая-то параллельная цивилизация существует где никто никуда не спешит единственное чем можно заниматься это вот сидеть тут либо есть либо пиво пить ну мороженое в крайнем случае загорать на солнышке или что-нибудь приобретать вот единство что когда этот блогерствую поскольку среди проходящих много наших соотечественников и я как-то начинаю чувствовать себя неудобно знаешь-то я привык что я хожу наговариваю чего-то люди вокруг меня не понимают что я говорю а в данном случае я иду и думаю что многие понимают ничего страшного и привычно вот там лишь оттуда отчаливает как катера вот оттуда оттуда друзья они отчаливают есть маленькие лодки но мы посмотрим я думаю нас еще все-таки четыре дня впереди мы может быть сплаваем тут но вообще у нас день насыщенный по-своему то завтрак друзья то обед да еще пять часов у нас занятий будет но это во второй половине дня такое ощущение что-то русло чего-то пересохшего вот может быть если сезон дождей тут нет сезонов вот если дожди может быть сюда это смывается друзья мы не идем тут совсем близко совсем близко крепость мы туда не идем мы все же не рассказывай боже зрителей еще туда не отвели мы но мы были и что вот мы успеем но мы заходим в город это еще не старый город в том смысле что это в за пределами крепостной стены но вот так вот заходим до чувствуется чувствуется обеденное время ты лишь они открыли двери выставили столики наружу ну еще рановато да рановато сколько час на часах без двадцати двенадцать у ранова тогда так давай может быть сюда смотреть вот пошли направо нам без разницы идем показываем вам да наша младшая внучка трехлетняя трех с половиной летняя заказывала мышь ну имеется ввиду какую-нибудь игрушку поменьше поменьше это ее мама сказала если будете брать эту мышь возьмите мышь поменьше я думаю что вот так хождение вдоль с заходами нет нет заходами и приобретением еще ненужного вот это как бы часть отдыха часть отдыха смотрела там дальше уже ничего наверное нет там дом мне кажется что улица там заканчивается но это знак для автомобилей ставят я имею ввиду что здесь вот просто для граждан которые гуляют это и это наверное недвижимость здесь продают да 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 вот он и могил белялись не недвижимый видишь не не мобильный недвижимость дело хорошее можно долго обсуждать так тут какие-то какой-то союз печать так еда да 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 чувствует что люди здесь не голодают по секущей возможности у них есть я имею ввиду туристы и в очереди стоять не придется а это такое как бы вышиванки такие да да очень симпатично вот это такое она с одной стороны страшно за десятку за десятку ты можешь представить довольно тяжелая знаешь на вес как маленькая размер маленький ты смеешься ты смеешься ты смеешься совершенно не маленькая но не было и синтетики совершенно не маленькая конечно синтетика безусловно и когда рукой я потрогаю если пойду вот но все миленько очень миленько так кошки суши может быть наташу и устроить и кошка тоже она не мягкая ты знаешь ты можешь сказать а мыши есть да обычно конечно дедушки и бабушки помнят больше до нас когда друзья что мы до веселые да это надо кстати в америке внедрить манекены были веселые да да а вон так силует шляпы шляпы хорошие я тебе скажу что выбор шляп здесь мне нравится больше чем допустим это овощи и фрукты давай посмотрим ну наверно да да хорошо вы света с тобой вместо города занимаемся показом какой-то торговый а вот это я люблю такие вот такие люблю там они еще на пуговке неплохая майка 20 25 евро стоит да стоило бы 10 правда а вот они внизу здесь смотри посмотри 22 22 они миленькие очень миленькие нет это доллара ну 25 безусловно в этом нет экономии никакой так если речь идет об экономии так цвета я даже не могу сказать где мы вынырнем в конце вот этой маленькой улочки потому что мы то мы то шли в старый город а выныриваем сейчас в очень новом такая площадь небольшая симпатичная опять же ресторанчики такие я бы сказал пляжные принадлежности тут во вьетнамке всякие надувные фигуры полотенца ох ты а цвета прекрасно да где да да вижу вижу замечательно вот это вот как бы создает колорит написано отель диана на нем ну да вот вот вы видите там вот этот камень не обязательно очень старые но в общем да мне больше вам хочется улочку показать чем например то что на ней продают вот смотрите какая стена тут машина 3 машина пройдет не пройдет при желании можно такие платья для танцев ты хочешь сказать и вот для деток маленьких да нет ну я не думаю что там какой-нибудь американской девочки или там российской нужно такое платье оно не с претензии а для оказии какой-то определенный так ну давай света покажи вот пойти девчонки друзья они в любом возрасте знаете они как маленькие вот света тоже пошли 11 евро платье стоит да хочется конечно когда становишься большой девочкой и у тебя уже кукол уже как-то не до кукол как ты начинаешь одевать маленьких деток которые выполняют роль кукол уже в данном случае так ну что мне нравится вот сама по себе улочка твоих придет там тупичок какой-то вот такое здание прям хоть и ну явно не вчера построили смотрите как девушка будет открывать тень делать ведь она крутит 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 штучку и там сейчас вот это все выползет и откроется и будет тень в этом месте здесь со всех сторон вот так крутит вы друзья видите впереди крепость и мы на самом деле движемся в сторону крепости параллельно море после улочки совершенно очаровательная да и вот мы движемся в квартале вот моря вдоль моря ну квартал тут крохотные совершенно так можно сказать что практически вдоль моря и идем вот автомобиль давайте как сейчас будем расходиться с автомобилем да мы прижимаемся вот прижались проезжай друг проезжай это нужно вот пожалуйста шорты мужские по чем шорты с в этом свои там на оцените 25 евро шорты ну даже не знаю что сказать сколько у нас такие бы шорты стоили до смотря где покупать от даты там скажем от 7 долларов там до до тех же там 25 30 улочка хорошие там еще параллельно пошли пошли у нас будет еще с вами обзор старого города там уже внутри крепостной стене это конечно совершенно особое зрелище мы с утра пробежались быстренько просто что-то невероятное так переулочек смотри как все да 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 она просто живут этот чисто такой жилой район все по-настоящему я думаю что удобства там они современные но вопрос том у меня где они машину оставляют вот это вопрос ну как ты же они пусть и нет машины ты мой ты еще скажи у них туалета тоже нет ну да так так вот пожалуйста ходим по улочкам отлично ну что я думаю что мы сейчас налево туда уйдем так тоже вот эти вот люди живут почта доставляется свет и сюда значит соответственно улицы с названиями а посмотри туда иди видеть где нахожу прикольненько правда так ну пошли сюда так тут знаете что происходит тут есть такие стеллы что ли где написано про историю там дома или может быть улочки и так далее но написано так что вот нам не прочесть то ли по-каталонски то ли по-испански но не по-английски не по-русски и даже не по-французски опана смотрите да раз это дверь цвета ты должна посмотреть на эту архитектурную находку это дверь в какое-то пространство между домами видимо все таки да это мне напоминает как у нас на барыгах да но это уже много воспоминаний я думаю что у вас тоже какие-то возникают а это мне кажется специально они вот от белые штукатурки отмазали вот эту часть чтобы вид был такой более старик и старые ты где-то дверь новая но это безусловно элемент такой сделанный умышленно они не просто так это произошло так а здесь такие мексиканские мазанки беленьким намазан амбразуры но не знаю эти амбразуры зовутся окнами движемся ресторанчик ну вот я хочу сказать что эта часть города которую самой воды и она еще не не входит внутрь крепостной стены но тем не менее достаточно 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 давно построена а вот уже и крепостная стена следы вот мы сейчас уже не пойдем пойдем обратно вот это вот крепостная стена написано музей написано музей ну крепость для того чтобы обороняться вот посмотрите нас такая вот перспектива наверное есть экскурсии тоже да я вот хотел бы спросить на каком языке эти экскурсии то есть хотя надо сказать что когда доходит до экскурсии то по-английски обычно есть это свет я думаю что мы вот вот сюда пойдем вот сюда а потенечку потенечку пойдем вот сюда тут ветер такой я тихо радуюсь что у нас и есть поролон на нашей камере потому что иначе было бы шумно вот вы видите улочки какая-то группа идет все мы движемся на самом деле разворачиваемся и движемся в сторону нашего отеля вот сейчас по этой улочки пройдем и оставим наших зрителей в ожидании следующего сюжета